Давно надо было записать этот ролик, а я все откладывал. Но вчера был телефонный звонок, после которого я понял, что дальше откладывать этот разговор нельзя. Мне позвонил мой старый друг, товарищ, который много раз помогал мне в очень сложных жизненных ситуациях, и сообщил прискорбное известие о том, что скончалась его супруга. Я спросил, ну как же так? Мы же несколько лет назад виделись, ваша супруга вроде бы нормально себя чувствовала. Нет, оказывается, у нее был сахарный диабет, но чувствовала она себя более-менее нормально. Однако же к ней каким-то образом прокрался шарлатан, лекарь, который взялся ее лечить, она поддалась на его уговоры. И он ее поил как-то водой с содой, не знаю, еще какой-то дрянью. И в результате женщина за неделю умерла. То есть, ну да, у нее был сахарный диабет, но она жила, она сама себя обслуживала, она обслуживала мужа, то есть вот был нормальный человек и вдруг его не стало. Из-за кого? Из-за шарлатана. Я бы хотел с вами поговорить о шарлатанах гораздо более широко распространенных. Вот таких вот явных-то, которые поят водой с содой уже, к счастью, все меньше, но распространяются другие. Распространяются шарлатаны-диетолухи. Люди склонны доверять. Люди склонны доверять шарлатанам, особенно когда на них белые халаты. Они сидят в якобы лечебных учреждениях и якобы лечат от ожирения чаще всего, да? И при этом калечат людей. Я и сам было дело попался в одни такие ручки шаловливые. Это дело было 7 лет назад. Я в то время решил пройти медицинское обследование в нормальном медицинском учреждении. Я регулярно прохожу медицинские обследования, там раз в два года, раз в год, потому что точно понимаю, что большинство заболеваний лучше предупредить, чем их потом лечить. И лечить в любом случае, даже если что-то обнаружится, лечить в начале заболевания – это одно дело, а лечить в конце заболевания – это совсем другое дело. И всем советую, всем хорошим людям, если есть возможность, проходите медицинские обследования обязательно. Так вот, я проходил медицинские обследования в нормальном лечебном учреждении. Сказал об этом своему хорошему знакомому, товарищу старшему, профессору медицины. Он сказал, ох, сейчас появилась новая клиника одна, вот ты туда лучше сходи. И я пошел, я послушал этого уважаемого человека и пошел. Меня там встретила владелица этой клиники, профессор, я не буду называть ее имени, потому что, несмотря на то, что я сейчас буду говорить вам только правду, у нее хватит денег, связи для того, чтобы затаскать меня по судам. У меня другие планы есть на мое личное время, потому что говорить я буду неприятные вещи. Так вот, я пришел в эту клинику, мне сказали, как вы плохо выглядите. Ну да, я выглядел не очень хорошо, возможно, на то время, иначе бы я и не пошел обследоваться. И меня проводили в специальный кабинет, уложили на кушетку, на один палец руки и на один палец ноги прицепили по прищепке, подсоединили к какому-то прибору, приборчик пожужжал, это была не кардиограмма даже, что-то другое было. Они говорят, ой, какой кошмар, у вас третья степень ожирения. Я говорю, чего? Ребят, ну вот, полгода назад я весил 105 килограммов, сейчас я похудел, и я вам расскажу, как и почему, но это будет позднее. В том году я весил, ну может быть, не знаю, может 97, может 98 килограммов. У меня рост 184 сантиметра, ну какая третья степень ожирения? Посмотрите мои ролики семилетней давности, там вы увидите меня, какой я был. Какая третья степень ожирения? Кому ты это вот лепишь-то? Ну хорошо, но я вежливый человек, я слушаю, что дальше скажут. Меня передают другому врачу уже, мужчине, он мне проводит другой кабинет. И говорит, так, мы сейчас проведем с вами тест, надо вот эти четыре стакана воды выпить. Я пью четыре стакана воды подряд. И он мне предлагает, значит, усесть там вот на такое ведро с датчиками и помочиться, извиняюсь за физиологические подробности. Это ведро, там есть с возможностью измерить скорость истечения мочи и объем мочи, который выходит из организма. Ну и, значит, он проверил, как бы, и говорит, ой, какой ужас, какой ужас. А что такое, какой ужас, в чем состоит-то ужас? Ну вы же только что выпили 800 грамм воды, а с вас вышло только 200. Я подумал, так, стоп, подожди, это уже вот мне напоминает что-то. Где-нибудь там на Ярославском вокзале встречаются такие, говорят, давай погадаю. Сует в руки иголку, да, и что-то там причитает, значит, что-то там гадает. Потом говорит, разожми кулак. Ой, смотри, иголка у тебя черная, все, на тебе заговор, тебе все, давай сюда свои денежки. Вот это было похоже как раз на такие мошеннические дела. Я снова вернулся к этому так называемому профессору, она говорит, ох, дела у вас плохи, но ничего, но вот у меня там в коридоре жена Кобзона сидит. Думаю, так, а это мне зачем знать? Зачем мне знать, что жена Кобзона сидит в коридоре? Ну прими тогда жену Кобзона, что ты держишь жену уважаемого человека в коридоре, а меня какого-то там Сталика Ханкишиева принимаешь. И она мне говорит, ну ничего, ничего, будем лечить, все, мы вас вылечим. А как будете лечить, что мне надо делать? И она мне дает лист бумаги формата А4, на плохом ксеросе, видать там очень много ксероса копируют, написаны рекомендации по питанию. И в этих рекомендациях по питанию я вижу там листики салата, там еще что-то, там творожок какой-то. Мясо исключить полностью написано большими буквами. Послушайте, ровно тем утром я был на приеме у другого врача, я же говорил вам, что я вот как раз в те дни проходил медицинское обследование. Я сдавал там кровь, сдавал там все положенные анализы, мне там делали УЗИ там, ну все, что положено, когда делалось медицинское обследование человеку. И как только меня взяли вот элементарный анализ крови из пальца, врач говорит так, а почему у вас гемоглобин такой низкий? Вы что, мясо не едите? Я говорю, кто, я? А кто-то доест, если не я. Значит, у вас где-то есть кровотечение. Я сказал, да, все, я знаю. Значит, у меня опять течет кровь из желудка, поэтому я себя плохо чувствую. И было принято решение лечить мой желудок. После этого вот приема я попадаю вот к этим шарлатанам, которые мне говорят, мясо исключить полностью. То есть у меня гемоглобин на нижайшем уровне, а мне говорят, мясо исключить полностью. Да что же за глупости такие? Ну, я вот не медик, но я понимаю, что так-то нельзя. Прежде чем давать какие-то рекомендации по питанию, обследуй человека, выясни. Может, он болеет чем-то, может, ему на самом деле чего-то нельзя, что-то необходимо абсолютно. А здесь одна ксерокопированная бумажка на всех, на жену Кобзона, на Старика Ханкишеева, на всех, у кого есть лишние деньги, кто придет и поддастся вот этим разводам, одна бумажка, что положено жрать. То, что это развод, я убедился, как только подошел к кассе. Подхожу, мне говорят, ну, такая длинные ноги, белые зубы, все, как положено, такая красивая блондинка. Говорит, 16 тысяч с вас. Знаете, 16 тысяч в 2013 году весной, это было почти 600 долларов. Вы представляете себе, если вы сейчас куда-то пойдете в поликлинику, полежите пять минут с прищепками и помочите с ведро, а потом вам скажут 40 тысяч. Я обомлел, но они же профессионалы, они умеют разводить. Как тебе сказать, нет, я не согласен, я не буду платить такие деньги? Заплатил, разумеется, ноги моей там больше не будет. Хотя, может быть, им это было бы очень выгодно, чтобы я ходил туда. Там собирают таких вот людей, известных, среднеизвестных, для того, чтобы облапашивать следующих. Вы представляете, вы приходите и говорите, да-да, у нас вот Сталик Анкишиев у нас похудел. А мне часто последние вот несколько месяцев пишут там люди, вот как вы похудели, а как вы похудели. Рассказываю, я похудел после медицинского вмешательства. Потому что я каждый год или хотя бы раз в два года прохожу медицинские обследования, медицинские, не шарлатанские, и в результате одного из таких обследований случайно было обнаружено, что у меня не просто рефлюкс, то есть вот расширен клапан вот этот вот между пищеводом и желудком, который мешал мне жить 23 года, но еще и есть огромная грыжа из желудка, которая лежит прямо на сердце. И возможно, что многие из вас видели этот ролик, ну посмотрите ссылку в описании к ролику, либо в комментариях найдете эту ссылку, который записывал прямо из реанимации сразу после того, как мне сделали эту операцию. Я теперь могу вам рассказать, каким изменением моего здоровья привела та операция. Это желудочная грыжа лежала прямо на сердце, давила мне на сердце. Как выясняется, именно из-за этого я постоянно отекал. Вот сразу после этой операции, еще там в больнице я находился, вдруг с меня стало стекать огромное количество влаги, огромное количество жидкости. Я такого просто никогда не видел. И у меня стали сходить отеки с лица. Я постоянно отекал, я всю жизнь, последние 20 с лишним лет я отекал. Схожу в баню, приму, пропотею как следует, выхожу, у меня глаза раскрытые, как у молодого. Чай попил и все, и снова мешки под глазами. Вот нет этих мешков больше. Понимаете, у меня больше 20 лет я считал, что я гипертоник, я принимал таблетки от давления. А вдруг у меня давление стало падать. То есть понимаете, что происходило? Вот насос качает жидкость по какому-то кругу, а в одном месте кто-то ногой наступил на шланги. Вот что сделал желудок. То есть это было-то обнаружено случайно. Но если бы я не обследовался, если бы мне не сделали эту операцию, то мы бы и не узнали причину моей гипертонии. А где только я не обследовался, где только не смотрели. Сосуды чистые, холестерин пока в норме. Но с чего вдруг такое давление, почему у меня там плохо работало сердце? А вот из-за чего оказывается. Так вот, возвращаясь к шарлатанам, к шарлатанам-диетологам. Я хочу напомнить, и пусть люди старшего поколения, мои ровесники, либо те, кто старше меня, напомнят молодым, что в прежние годы не было у нас такого количества диетологов. Вообще это слово-то мы услышали уже относительно недавно. Модное слово. Да, мы слышали, что где-то в Москве есть институт питания. Там откармливали до нормального состояния дистрофиков. Вот послевоенные годы, еще и в 60-х годах многие люди страдали дистрофией. Понимаете? Там корректировали питание каких-то особо жирных людей. Там разрабатывались научным методом, разрабатывались диеты, которые требуются при том либо ином заболевании человека. То есть вот человек заболел, у него, ну не знаю, например, печень заболела, у него какая-то болезнь там или желудок, и врач ему назначает диету, что тебе вот этого нельзя, а вот это вот можно, как дополнительная мера лечения. Помимо там таблеток и уколов, вот еще, плюс у тебя должно быть лечебное питание. И это было правильное отношение. Лечебное питание, это абсолютно нормально, потому что вся еда, которую мы едим, она может быть как лекарством, так и ядом. Она может как давать силы, так и убивать человека. При помощи еды можно убить человека. Я вам это официально говорю, это будет не отравленная еда, это будет нормальная еда. Но при помощи еды человека можно убить. А теперь вдруг развелось этих диетологов тьма тьмущая. Вы видите в интернете в любом районе, в любом городе, едва ли не в любом квартале эти диетологи сидят, поджидают людей, прежде всего женщин, но и мужчин тоже, которым внушили, что они, мол, жирные и потому больные. Люди идут к ним, несут деньги, им калечат здоровье. Они не худеют в результате чаще всего. А если и худеют, то потом снова поправляются. А если и худеют, то это происходит одновременно с серьезным ухудшением здоровья. Одно время, да по-моему еще и сейчас на полках книжных магазинов, где продают кулинарную литературу, продавалась книга некоего француза Пьера Дюкана как раз о том, как похудеть. На Западе, в той же самой Франции, откуда он родом, там люди уже давно били тревогу. Этого Пьера Дюкана лишили лицензии, права лечить людей, права заниматься врачебной деятельностью. А его книги здесь в России продавались на что? Издать Суплан, деньги, деньги нужны. И Пьеру Дюкану капают деньги российских, простите за прямоту, дурачков, которые поддались на это шарлатанство и, так сказать, сбрасывали вес по его диетам, нанося себе просто непоправимый ущерб своему здоровью. Последователи Пьера Дюкана, еще раз говорю, чуть ли не в каждой деревне. Откуда они все? Все, что связано со здоровьем человека, этим должен заниматься врач, человек, имеющий диплом. Я пересекался с некоторыми диетологами, спрашивал, ну а где вы учились? Выясняется, что это врачи каких-то там совершенно разных специализаций, не имеющие отношения ни к гастроэнтерологии, ни к какой-то там гормональной терапии, еще что-то, что могло бы как-то помочь им со знаниями проблем питания данного человека. И они заканчивают какие-то курсы повышения квалификации. Я сейчас посмотрел, что это за курсы повышения квалификации в интернете. И, пожалуйста, сколько угодно. Если у тебя есть диплом врача, то, значит, ты идешь и получаешь, проходишь курсы, платишь от 220 тысяч до почти что полумиллиона рублей, разные цены. Можно и заочно, можно онлайн. И получаешь корочку о том, что теперь ты врач-диетолог. Допустим, вы дом хотите построить, к вам приходит какой-то человек, говорит, я инженер, я строитель. Покажи диплом. Он показывает диплом, да, он учился строительном институте, но на факультете, скажем, бухучета. То есть он фактически бухгалтер. А он говорит, ну ты же не строитель, ты бухгалтер. Он говорит, а у меня вот есть корочка о курсах повышения квалификации. И теперь я строитель. Я вам построю такой дом, который вам на голову и свалится. Вы поверите такому строителю? А почему вы верите диетологам? Им ничего, еще раз говорю, им ничего кроме денег не надо. Они раздают всем одинаковые бумажки. Они не исследуют здоровье человека, не проводят анализы, не действуют на основании анализа, как полагается в доказательной научной медицине. С другой стороны, я понимаю, что да, бывают люди, у которых на самом деле лишний вес. Этот лишний вес начинает им доставлять серьезные неудобства в жизни. Но чаще всего этот лишний вес связан с какими-то заболеваниями. Надо лечить эти заболевания прежде всего. А потом либо параллельно говорить о весе. Этот вес чаще всего возникает не в результате того, что вы едите какие-то вредные продукты. Хотя и так тоже может быть. Но этот лишний вес чаще всего возникает из-за того, что вы едите порой слишком много. Я не думаю, что у меня когда-то в моей истории был слишком уж лишний вес. Вот до этой операции, о которой мы с вами говорили, у меня вес был 105 килограммов при росте 184 сантиметра. Многовато. Можно было бы на самом деле скинуть. И я пытался как-то там ограничивать себя в питании с переменным успехом. Плюс 2, минус 4. Вот когда как. Что со мной происходит после операции? Мне же во время операции доктор сделал такую манжету. Он мне прислал видеозаписи, посмотрел своими глазами, что он делал у меня там внутри. Он часть желудка приподнял на пищевод, обмотал этой манжеткой желудок и зашил там. То есть уменьшил отверстие пищевода, но вместе с этим уменьшился объем желудка. И теперь я просто не могу съесть столько, сколько я бы смог съесть раньше. И вот сейчас я похудел на 17 килограммов. Сегодня мой вес это 87 килограммов при росте 184 сантиметра. Я, в принципе, мне сейчас, конечно, очень комфортно, очень удобно, потому что, ну, представляете себе, вот оденьте на спину рюкзак 17 килограммовый и походите с ним целый день. Ну, вот то же самое. Снимите трюкзак и поймете, как я сейчас себя чувствую. Но самое-то главное, что меня больше не беспокоит желудок. Самое главное, что меня больше не беспокоит сердце, давление. Самое главное, что в результате этой операции, спасибо докторам, я теперь сплю хорошо. Понимаете? А ем я все то же самое, что я ел раньше. Мне так доктор сказал. Доктор, который меня вылечил, я спросил, а чем мне теперь питаться? Что мне может, что нельзя? Все, что ел раньше. Поэтому я хочу сказать, если вы себя чувствуете более-менее хорошо, думаете, что у вас лишний вес, вы не ходите по докторам. Просто попытайтесь есть немного меньше. Разумно подходите к еде, к количеству поедаемой еды. Я же мог и раньше есть не целую тарелку, а половину этой тарелки. Я же сейчас наедаюсь, я же сейчас не падаю в голодный обморок, и вы не упадете. Если только нужно учесть, что когда вы уменьшаете количество пищи, то тем самым вы уменьшаете количество витаминов, которые поступают в организм, и микроэлементов. То есть нужно есть какую-то еду, может быть, более качественную. Вот так это же и есть наша цель, цель кулинаров. Есть более качественную, более вкусную еду, более полезную еду. И всякие разговоры о том, что мясо вредно, сливочное масло вредно, что еще там вредно, рис вредно, картошка вредно, это все глупости. Полезны все продукты, которыми наши предки исторически питались. Вот в регионе, в котором мы живем, что здесь ели, то и полезно. Теперь наши регионы расширились, теперь привозят продукты из других стран и откуда угодно. Но там же этими же самыми продуктами тоже питаются другие люди. Они же не вымирают из-за того, что они едят каких-то креветок либо рис. Соответственно, и мы тоже можем в разумных количествах употреблять любые продукты. И самое главное, верно оценивать количество еды. Не набивайте полный желудок. Вот этот полный желудок в свое время привел меня к болезни и к мучениям на протяжении 23 лет. Не набивайте желудок до отказа, оставляйте место. И съели половину порции, попейте чай, съешьте что-нибудь сладкое. Сладкое моментально посылает в мозг сигнал о том, что все, есть калории, я сытый. И вы увидите, что этой еды вам хватает. Обращаться ли к диетологам – дело ваше. Я никому не могу давать рекомендации. Но прошу вас, если вы чувствуете себя неважно, даже если вы чувствуете себя хорошо, хотя бы иногда проходите медицинские обследования. Возможно, что причина вашего плохого самочувствия не в лишнем весе. А если вы чувствуете себя хорошо, но вы слегка полнее, чем требуется. Часто женщины родят, а потом она чуть полнее, чем требуется. Ну и что? Ничего страшного. Это природа. Поэтому самое главное – будьте здоровы, берегите себя и постарайтесь избегать шарлатанов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...